МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подготовку к пожароопасному периоду в Забайкалье обсудили на совещании с участием полномочного представителя президента Николая Рогожкина. Подробности расскажем сегодня в международной программе «Середина земли». Юный обладатель музыкальной премии, известный на всю Россию Лудупачиров, выступил перед сверстниками. Подробнее расскажем в «Середине земли». В эфире международный информационный выпуск «Середина земли». По традиции он начинается с новостей из Забайкальского края. В студии Марина Кузнецова. Здравствуйте. Подготовку к пожароопасному периоду в Забайкалье обсудили на совещании губернатор Константин Ильковский и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин. В мероприятие принял участие также министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской. В 2015 году пожароопасный период в крае выдался по-настоящему напряженным. Огнем было пройдено около 900 тысяч гектаров лесных насаждений. Уничтожено 174 жилых дома, 562 человек остались без крова. Ущерб от лесных пожаров составил почти полмиллиарда рублей. На сегодняшний день на 80% отремонтировано лесопожарной техники. Еще куплено 22 единицы. Создан резервный запас ЧАЭС в сумме 130 миллионов рублей. По словам Константина Ильковского, один из вопросов, требующих принципиального решения – это возмещение кредиторской задолженности затушения лесных пожаров в 2015 году в сумме 113,5 миллионов рублей. Региону также необходимо, что до 1 марта для подготовки к пожароопасному сезону на первоочередные расходы было выделено около 78 миллионов. Еще 600 миллионов для проведения мониторингов. Регион должен опереться на те ресурсы, которые он имеет, а федеральный центр окажет не ту возможную поддержку в финансовом и другом направлении для того, чтобы регион справился с вдруг возникшей задачей в формате тушения пожаров. Моя позиция всегда заключалась в следующем и остается на сегодняшний день. Это федеральные полномочия. Они переданы краю. Не должно же быть такого, что мы тушим пожары за свой счет. Потом проходит целый год и только по итогам года нам возмещают заранее прошедший год. Мы, конечно, понимаем всю ответственность о том, что леса наши, люди здесь живут наши и никуда мы не денемся и будем заниматься этими вопросами. Но если полномочия переданы, ну вы уж будьте добры обеспечить финансирование. Также на совещании Константин Ильковский выдвинул предложение с дела за Байкальский край пилотным регионам по изъятию полномочий по охране и тушению пожаров в лесах. По мнению министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского такой поворот дела – это крайняя мера. Не совсем правильный подход, естественно, да, потому что мы говорим о следующем, что если не справляется какой-то из регионов с задачей охраны и защиты пожаров лесов, то это один из элементов всей системы. То есть речь идет о том, что лесами нужно заниматься как с точки зрения повышения эффективности, доходности от использования лесов, так и охрана, защиты. Другая проблема в регионе – это нелегальные рубки. По итогам прошлого года ущерб от них в Сибирском федеральном округе составил 4,5 миллиарда рублей. Особенно этим грешат Бурятия, Алтайский, Красноярский, Забайкальский край и также Иркутская и Новосибирская области. Решить эту проблему может федеральный закон о контроле заготовленной древесины и сделок с ней. Он вступил в силу с 1 января 2016 года. Мы исходили из того, что да, с численностью инспекторов нужно работать, но нужно создать такие условия, при которых нелегально заготовленная древесина просто не может попасть на рынок. Для этого существует единая государственно автоматизированная функциональная система учета древесины. Каждая сделка с древесиной с 1 июля 2015 года декларируется и продавцом, и покупателем, и тем самым у черных лесорубов сокращаются возможности для легальной продажи этой древесины. Потому что рано или поздно древесина в переработанном виде поступит тому переработчику, который задекларировал. Соответственно, тот, кто не задекларировал на более раннем этапе, рано или поздно попадется. По итогам встречи Константин Ильковский и Иван Валентик подписали соглашение между Федеральным агентством лесного хозяйства и правительством Забайкальского края о взаимодействии в области охраны лесов от пожаров. 70% составил прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю в Забайкалье. Превышение эпидпорога по разным возрастным группам зарегистрировано в семи районах. На карантин полностью или частично закрыты несколько школ и детских садов в крае. В Чите прирост заболеваемости составил более 86%. Это спровоцировало увеличение продаж противовирусных препаратов. Начиная с декабря за этой группой лекарственных средств в аптеки стали обращаться в 2-3 раза чаще. О том, насколько Забайкальский край обеспечен лекарствами от вирусов, расскажет Вера Садулина. На территории края за количеством и качеством лекарственных препаратов в больницах и аптеках следят специалисты Росздравнадзора по Забайкальскому краю. По итогам мониторинга, проведенного в январе в лечебных учреждениях края на сегодняшний день находится более 172 тысяч упаковок противовирусных препаратов. Это более чем двухмесячный запас. В аптеках также недостатка в лекарственных средствах или в медицинских масках нет. Зарегистрированные цены не превышают допустимые региональные пределы по тарифам. Тарифы у нас определены для лекарственных препаратов до 50 рублей, от 50 до 500 рублей и дорогостоящие лекарственные средства. В рамках проводимых нами проверок по результатам 2015 года превышения при денег допустимых размеров не выявлялось. Регулярно проводятся и плановые экспертизы качества медикаментов как в аптеках, так и в лечебных учреждениях. Исследование проводится в Центре контроля экспертизы и анализа лекарственных средств, который находится в Красноярске. За 2015 год было исследовано 176 партий лекарственных средств. Из них 6% были признаны недоброкачественными и изъяты из продажи. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Я с вами прощаюсь и передаю слово моим коллегам. Здравствуйте, коллега! Международную программу «Середина земли» продолжают новости Бурятии. В студии Ася Касьянова сейчас я и мои коллеги расскажем о том, что произошло в нашем регионе. Их работа – защита от трудящихся. Профсоюзы Бурятии подвели итоги за прошлый год. О своей деятельности они рассказали на большой пресс-конференции для журналистов. Дмитрий Гомбоев, например, узнал, что в 2015 год профсоюзы провели в напряженной борьбе с недобросовестными работодателями. На сегодня в профсоюзных организациях состоит почти 113 тысяч человек. Однако отчет об итогах начали с печальных фактов, а именно о нежелании многих работодателей иметь у себя подобное объединение. На отдельных предприятиях нам говорят работодатели, что мы готовы, мы не будем препятствовать созданию ваших организаций, но не будем и помогать. То есть если будет инициатива работников, то пожалуйста создавайте профсоюзные организации. Когда такие организации создаются, они начинают препятствовать, вмешиваться. Такие случаи, к сожалению, есть. Одна из важнейших задач профсоюзов как в прошлом, так и в наступившем году – это подписание трехстороннего соглашения, которое позволит каждому работнику в обязательном порядке получать минимальный размер оплаты труда. Минимальный мрот Российской Федерации с 1 января 2016 года в размере 6204 рубля. 16 районов республики, у которых сегодня 20% районный коэффициент и 30% стажевая надбавка, в начислении яхт будет 9306 рублей. Значит, три района республики, которые у нас имеют 30% районный коэффициент и 50% стажевую процентную надбавку. Это в начислении яхт за месяц, ну, так же, как полный месяц нормы рабочего времени – 11 167 рублей 20 копеек. Это у нас районы Баргузинский, Курумканский и Акинский. При поддержке правительства во многих районах соглашения подписывают. Отметим, неохотно идут на встречу профсоюзам в Заиграевском и Баргузинском районах. В будущем профсоюзные организации планируют продолжать правозащитную работу, ездить в районы и на крупные предприятия. Задействован будет и аппарат, уполномоченного по правам человека. Дмитрий Гомбоев, Доржичий Допов, Середина земли, Бурятия. Из маленькой звездочки он становится большим артистом. Луду Пачиров, победитель детской музыкальной премии Kinder Moose Awards, номинации «Лучший исполнитель года», дал сегодня свой первый концерт в этом году. Анна Зуева с деталями. Тепло и нежность. Ими буквально пропитана каждая песня этого юного, но невероятно талантливого мальчика. Почти все песни Лудуба о его самом близком и родном человеке. У меня было очень много песен про маму Эжи. Почему? Потому что моя мама с 7 месяцев со мной ездила на лечения, на конкурсы, на фестивали, и поэтому мне такие песни очень нравятся. Выступая на сцене, Лудуб совсем не волнуется. Признается, петь гораздо легче, если слушатели чувствуют его музыку. Это, конечно, очень трогает. Я тоже очень люблю свою мать, и мне очень приятно, я его понимаю, всю его ласку, заботу о его песне. С песнями и танцами выступили и ученики детской школы искусств при первом лицее. Раньше в ней учился и сам Лудуб. Ученик – это очень талантливый, очень целеустремленный, очень развитый, очень творческий мальчик. Он с самого начала всех поражал своим талантом, своей мощью. Великолепный музыкант. В конце прошлого года Лудуб Ачиров стал победителем детской музыкальной премии «Киндер Мусс Эвордс». Победу ему принес клип на песню «Ангасо», которой он и завершил свой концерт. Китай и Россия защитят амурских тигров и дальневосточных леопардов. Планируется закупка около десятка сверхмалых беспилотных летательных аппаратов для постоянного наблюдения за особями. Площадь области, которую занимает популяция этих животных, превышает 4000 квадратных километров. Россия и Китай намерены обеспечить сохранность популяции тигров и леопардов путем жесткого контроля за деятельностью людей в приграничном регионе. К нам присоединяется Пекин. Коллеги, здравствуйте. Что еще интересного у вас? Здравствуйте, коллеги. В студии Сянжуна и в ЖШ минуты мы расскажем самых заметных и интересных событий дня. В Шанхае презентовали первый в Китае беспилотный летательный аппарат, который способен находиться в воздухе круглосуточно. Зарядку беспилотника обеспечивает наземная Wi-Fi станция. Эксперты уже назвали дрон незаменимым для обеспечения общественной безопасности. Подробности в материале далее. Этот дрон сделан из углеродного волокна и весит всего полтора килограмма. На нем могут размещаться инфракрасные камеры, радар и антенны. Беспилотник может подниматься на высоту до 100 метров и распознавать информацию в зоне видения до 1000 метров. Но главное отличие от аналогичных китайских разработок – это первый дрон, который способен оставаться в воздухе круглосуточно. Традиционные беспилотники питаются от литий в их батареи или заправляются бензином, что, безусловно, ограничивает их время полета. А работу наших дронов обеспечивает наземная высокотехнологичная станция, которая снабжает аппарат электроэнергии. В Китае беспилотники все чаще применяются в целях поддержания безопасности, в противопожарных и антитеррористических операциях. Только в прошлом году, чтобы разрулить чрезвычайные ситуации, Министерству общественной безопасности понадобилось 500 дронов. Эксперты признали, есть случаи, когда эти аппараты незаменимы. Во-первых, дроны поднимаются высоко над землей, а значит, при экстренной ситуации могут объективно оценить ситуацию на местности и помочь сохранению общественной безопасности. Во-вторых, в отличие от фиксированных камер видеонаблюдения, беспилотники более мобильные. И это огромный плюс. Наконец, дроны гораздо дешевле полицейских вертолетов. А с появлением функции нон-стоп-подзарядки значение дронов в защите общественной безопасности возросло в разы. Большинство событий, которые требуют повышенного уровня безопасности, длятся по полдня и больше. Еще вчера нам пришлось бы устанавливать на таком мероприятии много камер видеонаблюдения. Совсем другое дело, если дрон может парить 24 часа 7 дней в неделю. Это гораздо облегчает работу. Плюс информация анализируется в режиме онлайн, что очень эффективно. Полет в условиях многозадачности. По задумке разработчиков, беспилотники также пригодятся для контроля транспортных перевозок, предупреждений лесных пожаров и охраны памятников культуры. Масштабный концерт с танцами драконов, фольклорными песнями и аукцион предметов искусства, сделанных своими руками. В Шанхайской международной школе Веллингтон накануне зимних каникул с размахом отметили грядущий праздник весны. Наши корреспонденты пообщались с юными артистами и их родителями. Танцевать этих ярких драконов заставили 20 учеников 6-го класса Шанхайской международной школы Веллингтон. Красочный номер открыл концерт в честь праздника весны. Выступали с удовольствием, признаются юные артисты, но искусство потребовало немалых жертв. Акцент в концертной программе на традиционных китайских песнях и танцах. Репетировали каждый день, заодно и об истории праздника узнали, и китайский подтянули. Самым сложным было не забыть и не перепутать китайские слова в песне. Я знаю, что празднование проводится из-за чудовища по прозвищу «Нянь». Люди одеваются в красное и взрывают петарду, чтобы откинуть и прогнать его. Обычно мы отмечаем праздник весны у моего друга в Пекине. Мы довольны. Подобные шоу хорошо дополняют учебный процесс. Моя дочь продолжает изучать китайский, и пока уровень языка у неё не слишком высок. Участие в подобных представлениях подогревает детский интерес к китайской культуре. В рамках празднования в школе также организовали благотворительный аукцион предметов искусства, сделанных руками учеников. По итогам торгов выручили 56 тысяч юаней. Деньги пошли на помощь детям из бедных семей в разных уголках Китая. Так, у меня на этом всё. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи.